Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и это первый ролик в этом году по великолепной игре Super World Box. Нашу Нирляндию ждут новые приключения, и как вы видите, для них всё же новогоднее чудо случилось, и земля залечила свои раны после пришествия Санта-Клаусов. Я не вижу в этом ничего плохого, потому что, ну, Санта-Клаусы слишком сильно потрепали нашу Нирляндию, а Новый Год должен приносить хотя бы немножечко счастья. Ну, а для Нирляндии счастье это... когда ничего не происходит, тогда они счастливы, потому что когда что-то происходит, кто-то умирает. Но Новый Год закончился, время чудес хоть ещё и не прошло, но для Нирляндии они, пожалуй, уже в прошлом, я имею в виду чудеса. Поэтому я хочу испробовать одну очень интересную инновационную штуковину, которую именуют опухоль. Мне интересно, как она себя ведёт, как реагируют жители, на что она способна, и какой результат будет после её появления. Что произойдёт с Нирляндией. Ну, а ещё мне сказали, попросили точнее, п-п-п-п-п-п-п-п, посмотреть статистику нашего мира. Мол, какие поселения самые крутые, а какие немного попроще. Я, честно сказать, не знаю, где эта статистика. Как можно посмотреть топ королевств и прочего. Я могу на любое королевство навести и сказать. Там живёт столько-то, здесь живёт вот столько-то. Ну, а конкретно топ посмотреть? Ну, я не умею, друзья. Если вы знаете, как это... Ой, овца упала. Пожалуйста, напишите в комментах, я бы с радостью посмотрел. А-а-а, вот это, наверное, есть топ королевств, да? О, смотрите-ка, как получилось. Ну-ка, 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 ну-ка. И кто же у нас в топе? Ну, разумеется, у нас в топе эльфы. Никто, я думаю, и не сомневался. Это у Амана Чилдрен. Ну, а на самом последнем месте у нас кто? Хасасинск. Ещё один Хасасинск. Да уж, бедные, медные, бедные люди. Ну что, может, у Амана Чилдрен сегодня немного золчилдренеют? Потому что, ну, реально, они большой кусок земли отхватили. Посмотрите. Вся зелёная область принадлежит одному народу эльфов. Я думал, это разные королевства, но они объединились. Просто в каждом из участков, например, снизу, в центре и здесь, я спавнил разных эльфов. Я не думал, что они придут к какому-то общему пониманию этого мира. Ну, тогда уж извините, простите, придётся мне опухоль запускать именно здесь. Вы сами напросились, и человек, который попросил посмотреть топ, это ты во всём виноват. Ты виновен в смерти эльфов. Ладно, запускаем опухоль. А, вот она запустилась. До этого почему-то не запускалась. Да, она начинает распространяться. И смотрите, источником опухоли является какая-то что-то. Какая-то штуковина. И чё это такое? Я не понимаю. Но опухоль разрастается действительно довольно стремительно. И похоже, вода останавливает распространение опухоли. Да уж, да уж, да уж. Это интересная новость. То есть опухоль всю планету, так же как серая слизь, заполонить не смогут. Если серая слизь распространяется ещё и на мелководье, то опухоль только суша. Исключительно суша. И виной тому какой-то инопланетный организм. Выглядит это именно так. Будто здесь какое-то гнездовье, улей, да? Такое вот, вот что-то такое вот. Ладно, хорошо. Пускай опухоль распространяется. До эльфов она будет ещё идти очень долго. Ну а я пока навещу своих старых добрых товарищей из МАВы, которые празднуют выздоровление. Чума больше не тревожит их детей, их животных и их кожу. Бубоны не появляются. Никто не умирает. Крысы не гниют. Они танцуют вокруг костров. Молодцы. 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 Живы, здоровы. Хотя вот что-то у меня есть внутреннее такое ощущение, что кто-то смог спрятаться в подвале в то время, пока я своими... Да. Да, пока я своими лучами добра... А что они умирают от голода, может быть? Не видно на них чумы. Пока я своими лучами добра исцелял всех. Давайте попробуем это исправить. Такс, где лучи добра? Лучи добра. Божественный свет удаляет безумие, инфекции. Вот это вот всё. Такс, кто тут у нас был болен? Кто тут у нас дёргался? Всё, всё хорошо. Чудесно. Прекрасно. И хочется знать, сможет ли божественный свет остановить распространение... Да, чё так медленно? Распространение вот этого и вот заразы инопланетной. А нет! Ха-ха! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! Нет! Инфекция будет распространяться. Хорошее слово распространяться. Можно её для... Его... Произносить для выговаривания... Р... Р... Такс. Хорошочно, хорошочно, хорошочно. Люди счастливы, что на острове Черепа, друзья. Как поживают пираньи? Сыты ли они? Я думаю, что да. Дворфов прогнали всё-таки. Хотя нет, смотрите, один город дворфов всё ещё цел. Но... А где люди? А, люди бьют дворфов. Ха-ха-ха-ха-ха. Как всегда. Но было же больше людей. Их было сотня. Куда они делись? Может, после новогодних праздников мне отшибла память? Эльфы тут буянят. И здесь эльфы сбивают дворфов. Бедные несчастные дворфы. Как же мне их жалко. Да, я их защитил и посадил на отдельный остров, но... Блин, надо как-то дворфам помочь. Почему никто не любит дворфов? Это ужасно. Кто у нас тут живёт? А тут у нас, кстати, дворфы живут. Одни только дворфы и живут. Похоже, кто-то переехал на эти земли, потому что поселение с названием Камтадум я чё-то не припомню. Но дворфы всё равно умрут от голода. Курицы и котики своим появлением им никак не помогают. Здесь что? О, о, о. Бьют дворфов. Они... Орки объединились с эльфами и бьют орков. Дворфов. Вы посмотрите на это. Это чудо. Это тоже новогоднее чудо. Они забыли обо всех разногласиях, войнах. О том, что они что-то не поделили. Они просто взяли, пожали друг другу руки. А нет, всё-таки орка тоже бьёт. Ну ладно, ладно, ладно. Я что-то совсем преисполнился новогодним настроением и начал уже воображение на максимум выкручивать. Разумеется, эльфы с орками не могут дружить. Но только когда бьют дворфов. Я думаю, могут всё же. Хорошо, пускай дальше они избивают их. Это ужасно. Тут чё? Ну, эльфы бьют дворфов. Чё? А есть на этой планете место, где кто-то не бьёт дворфов? Мне очень интересно знать. Остров дворфов. Я сперва хотел вообще заразу запустить именно здесь. Но потом подумал, что ну как-то вообще печально было бы. Кстати, дворфы полностью убили эльфов. И это, может быть, и послужило причиной. Хотя эльфы всё ещё живы. И много здесь эльфов. Не буду их трогать. Дворфы с нами с ними расправятся. Возможно. А возможно и нет. Никто не знает пока. Ладно, время покажет. А мы пока глянем сюда. Что это здесь? А чё, они фиолетовые? А, потому что они принадлежат фиолетовому государству. Я думал, они заражены чумой. Было бы печально. Так, ну что. Ну чё-то опухоль не так уж и быстро распространяется, если честно. Она, по-моему, вообще перестала распространяться. Да, она поглощает всё на своём пути. Будь то камни, трава, кусты или кактусы. Давайте даже сделаем так. Посмотрим, чё будет. Она супер медленно распространяется. Она вообще перестала распространяться. Ну, практически. Это странно. Предлагаю для улучшения эффекта запустить ещё хотя бы одну опухоль. А лучше даже вот так. Дэм, дэм, дэм. Так будет поприкольнее, я считаю. Да, и она дымажит всё живое. Так, стоп, слишком быстро. Я не успеваю замечать, кого она дымажит. Здесь был кто-то. Здесь котик. Опухоль убивает котика. Да, реально. Она поглощает не только неорганику, да, но и органику в том числе тоже. Ну что, Эфы, посмотрим, переживёте ли вы нападение злобной великой опухоли, которая уже близко. Бегите, глупцы, бегите, спасайте свои жалкие души грешные. Тагинск. О, остров всё больше начинает принадлежать людям. Посмотрите, наполовину практически. Это здорово. А ещё... Так, с чего у нас тут? Ну да, остров Икс, эльфийский полностью. Я хочу уничтожить вот это. Оно мне что-то всегда глаза мозолит, где это тут было что-то. Вот это. Это динамит. Я не знаю, мне он не нравится. Ядовитый дождь, интересно, может его продымажить, взорвать? Он его разъедает? Или нет? Стоп. Да, ядовитый дождь разлагает. Чёртов динамит. Но это не так эпично. Просто, мне кажется, эпичнее будет сделать вот так. Так, сэд. Давненько на нашу планету не падало метеоритов. Здорово. Вот и всё. Динамит взорвался мгновенно. Прикольно. А ещё опухоль боится огня. И в случае её сильного распространения мы всегда сможем просто её поджечь. Но ведь среди эльфов и орков, живущих на этом острове, много пироманов. Об этом говорят выгоревшие дома и деревья. Значит, орков становится всё меньше и меньше. Значит, эту опухоль в теории могут поджечь. И если это произойдёт, я, наверное, даже немного и расстроюсь. Ну, потому что... Зачем? Зачем? Это такая красивая картина, как ты смотришь. И нечто ужасное, нечто злобное приближается к эльфам. И... Что же ждёт эльфов? Каков будет их конец? Что они смогут предпринять? Смогут ли они вообще хоть что-то предпринять? А вот и огонь! Ха-ха! Смотрите-ка, вот и огонь. Как я и говорил, они начали выжигать свои земли, чтобы опухоль не могла распространяться. Но эльфы не подумали, что опухоль здесь, а огонь-то немного там. Хотя, пока опухоль дойдёт до... Почвы, до земли, до травы, огонь может распространиться. Но у них пока только деревня горит. Вниз огонь не пошёл. Это довольно странно. На самом-то деле это очень странно. В чём логика эльфов? Вот этого я понять не могу. Но сглупили они, ладно. Что, их убить теперь за это, что ли? Нет. Зачем? Ну блин, а почему опухоль не распространяется по воде? Это отстойно. А, игра жизни. Терра формирует пиксели. А это что такое? Это, наверное, то же самое, что... Не хочу это даже пробовать пока. Мне страшно. А если будет слишком жёсткая терраформировация, терраформирование слишком лютое, вдруг наша планета придёт в упадок? Я не хочу этого, пока рано. Ну и прикольно, что опухоль можно заметить на карте. И она так круто идёт из угла. Вот прям прекрасно. И она в итоге может заполнить всё. Если бы здесь был какое-то соединение между землями. Но тогда океан перестанет быть открытым. Я думаю, это не круто. А у нас должно быть всё открыто. Я слышу звук её распространения. Прикольно. Так, ну что, дворфики, вы всё ещё живы? У вас всё ещё шесть. Можно было бы помочь им... Пипец, что они делают? Дворфы пытаются выбраться наружу, но люди говорят... Не, братан, сорян, не. Прыгай к пиранье в воду. Жесть. Ну, я... Я знаю, что нужно будет сделать. Так, кто тут ещё воюет с пираниями? А, дворфов бьёт. Я знаю, что нужно будет сделать. Создать какую-нибудь землю специально для дворфов. Наспавнить там столько дворфов, чтобы все расы пожалели о том, что они когда-то подняли руку на бедных несчастных дворфов. И я заметил, что в комментариях-то и особо нету любителей этих маленьких человеков. Нету. Все любят эльфов. Зачем ты обижаешь эльфов? Но никто не говорит, почему эльфы обижают орков? Ой, дворфов. Никто не защищает дворфов. Но я единственный, единственный спаситель дворфов на этой планете. Кто, если не я? Кто, если не я? Непонятно. Поэтому, друзья, скоро дворфы восстанут и покажут всем, что вообще они могут. Ну, а на этом, друзья, пока всё, наверное. Наша опухоль продолжает распространяться. Не знаю, что будет в следующей серии. Надеюсь, эльфы помрут. Но я не предвзят. Большое спасибо за внимание всем. До новых встреч. Удачи. Пока. Будьте добрыми. Будьте счастливыми. И здоровыми. Пока. Поехали. Будьте добрыми. Продолжение следует...